Сегодня мы в гостях у человека, который юрист, который тесно связан с международным правом. Представьтесь, как вас зовут. Меня звать Олесь Михалевич. Я сам из Беларуси. Теперь в основном работаю в Литве и в Чехии. И когда-то я был общественным деятелем, белорусским политиком. И после выборов 2010 года попал в тюрьму, как очень многие кто тогда в Беларуси. А после, естественным образом, поехал в эмиграцию. И меня Беларусь подала в Интерпол. У меня был экстрадиционный процесс в Чехии. То есть я фактически на себе прошел всю дорогу человека, которого подают в розыск, после которого надо сняться с этого розыска, которого разыскивают, задерживают в разных аэропортах и так далее. Так начался фактически мой переход из хозяйственного права и права в области трудового права, которыми я занимался раньше в область международного права и международного права, связанного с уголовным сотрудничеством, с криминальным сотрудничеством разных стран. И вот так я начал этим заниматься. Сначала консультировал людей, просто знакомых и так далее. После понял, что те знания, которые я приобрел, а естественно я и много читал в этой области, и встречался с серьезными людьми, которые этими... с сотрудниками национальных бюро Интерпола, сотрудниками полиции, международных отделов прокуратуры, Министерства юстиции и так далее. Ну и в какой-то момент понял, что это то, что в принципе меня очень сильно заинтересовало, и на чем, собственно говоря, можно в том числе и зарабатывать деньги. И постепенно в сотрудничестве с другими юристами, адвокатами с разных стран мы сделали фактически такое предложение, частично по снятию с базы Интерпола. И вторая часть работы, которой мы занимаемся, это экстрадиционные процессы в странах Европейского Союза. Когда человека требует страна в основном в массе своей, это процессы, которые... Когда на экстрадицию подает Россия, Кыргызстан, Азербайджан, Беларусь и так далее, разные страны бывшего Советского Союза, и требует своих или чужих граждан из стран Европейского Союза. Понятно. По каким статьям в основном подают в Интерпол, если мы говорим про Азию? Я думаю, что статья, в принципе, для всех этих стран наиболее популярна – это мошенничество, поскольку на Западе мошенничество – это крайне редкая статья, потому что надо доказать факт умысла и заведомо желание с самого начала кого-то обмануть. На постсоветском пространстве мошенничество доказывается очень легко, потому что судья всегда верит следственным органам, а следственные органы всегда уверены, что даже если человек отдолжил деньги у кого-то другого и их не отдал, с самого начала у него был умысел их не отдавать. Поэтому самая популярная статья – это статьи, связанные с мошенничеством, но по большому счету очень часто бывают и какие-то местные, так, например, насколько я помню, в некоторых этих странах иногда, например, присутствует статья с самовольным захватом зданий и сооружений. То есть статья, скажем, в других регионах практически невстречаемая, которую встретить крайне тяжело. Как долго происходит процесс по снятию с Интерпола? Скажем, успешный процесс всегда длится больше 9 месяцев, обычно около года. То есть это процесс длинный, поскольку в рамках Интерпола присутствует, назовем это так, презумпция невиновности страны. Это значит, к стране и всегда доверие больше, чем к конкретному гражданину и его адвокату. Поэтому, естественно, перед тем, как снять с базы Интерпола комиссия контроля файлов Интерпола, которая находится в Лионе, так же, как и центральный офис, она обращается в Национальное бюро с просьбой ответить на вопросы. Ну и самая частая ситуация, это когда Национальное бюро той страны. Национальное бюро страны – это часть Национального министерства внутренних дел. То есть, условно говоря, Национальное бюро России – это часть Министерства внутренних дел России. Национальное бюро Интерпола Кыргызстана – это часть Министерства внутренних дел Кыргызстана. И вот идет коммуникация между Национальным центральным бюро, это значит Министерством внутренних дел этой страны, и комиссией контроля файлов в Лионе. И от того, как себя будет вести, что будет писать, насколько своевременно будет отвечать и так далее, от этого на самом деле зависит очень много. И естественно, очень часто и ответы со стороны этих стран абсолютно разные. Скажем так, вообще теоретически я про все, кто как это все происходит внутри, как это коммуникация, я даже теоретически не должен про это знать. Но естественно, что когда мы работаем с разными не до конца демократическими странами, эта информация очень часто выплывает, она каким-то образом дается клиенту, попадает к клиенту и так далее. Поэтому достаточно часто, мы смеемся, когда документ, на котором написано «strictly confidential», строго конфиденциально, он попадает чуть ли не в открытый доступ в интернете. То есть получается, что в данном случае верховенство международного права, например, случилось что-то в той же самой России, то, что в Европе из ряда вон выходящее. Получается, что норма международного права встает выше и благодаря этому человек просто снимает с Интерпола или как-то по-другому это работает? Скажем так, в Интерполе, Интерпол работает на основании своей конституции, то есть устава. И в этой конституции прописано, что запрещено использовать Интерпол для преследования по политической, религиозной, там всякой другой линии. Поэтому, естественно, если кто-то попадает в Интерпол в связи с преследованием по политической линии, а в случае постсоветских стран это очень часто. И политика это не обязательно то, что кто-то кричит на митингах или поддерживает напрямую оппозицию. Политика это в том числе, когда представитель одного властного государственного клана попадает под раздачу, потому что победил другой клан. Согласитесь, это тоже политика и это тоже можно показать как политический момент. Второе, Интерпол действует на основании международного права. Поэтому, например, ну скажем, наше бюро выиграло все дела и заставило Интерпол снять с базы данных всех людей, которых подала Россия за преступления, совершенные на территории Крыма. Поскольку Крым с точки зрения международного права это Украина и чтобы Россия про это не говорила, международное право это трактует крайне конкретно. Что это территория суверенного государства Украина и только Украина имеет право подавать в Интерпол за преступления, совершенные на территории Крыма. То есть вторым важным пунктом это является то, что Интерпол действует в соответствии с международным правом. И если что-то не соответствует международному праву, то это является основанием для снятия человека с базы данных. Ну и третье, это правило хранения информации внутри Интерпола, правило обработки информации, если что-то не соответствует данным правилам. В том числе, например, национальному законодательству стран и так далее. То есть мы читаем документы про уголовное дело совсем по-другому, чем их читают национальные местные адвокаты, местные юристы. Например, мы всегда выискиваем для нас золотым чем-то, вот таким золотом, которое мы стараемся найти, просеивая много песка. Является, например, нарушение права на защиту, которое в Средней Азии, например, есть практически всегда. Для нас чем-то очень важным является нарушение презумпции невиновности, которое, как это ни прискорбно, тоже в большинстве среднеазиатских стран выступает очень часто. Что такое нарушение презумпции невиновности? Это когда следователь в постановлении о возбуждении уголовного дела, вместо того, чтобы написать в связи с тем, что такой-то такой-то обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, очень часто пишется в связи с тем, что такой-то такой-то совершил особо тяжкое преступление. Что это значит? Что еще не было судебного разбирательства, а он-то уже точно знает, что он совершил. То есть это презумпция невиновности, то, что является священной коровой для любой демократической свободной страны, которая все-таки, слава богу, в Интерполе имеют достаточно серьезный голос. Хотя вообще Интерпол это очень интересная структура, потому что большинство стран Интерпола, они же, как и большинство стран в мире, они не демократичны. Они ничего общего с демократией не имеют и, в принципе, можно так сказать, что сегодня голос недемократических стран Интерпола очень сильный, очень громко звучит, потому что там сильное влияние Китая, сильное влияние России, сильное влияние вообще разных мелких стран, которые, собственно говоря, тоже с демократией ничего общего не имеют. Понятно. Мы часто имеем дело с отчетами правозащитных организаций, в том числе по странам Азии, и на 99% правонарушений и как раз подачей в Интерпола является участие в оппозиционных движениях. Если взять Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, как часто вы сталкиваетесь с подобной тематикой? Часто сталкиваемся, и есть такая работа, скажем, про Боно, когда мы бесплатно ведем какие-то кейсы журналистов, правозащитников, политиков. Естественно, такие дела вести достаточно легко, потому что, когда человек является публичной фигурой, естественно, снять с Интерпола его намного легче, чем когда он является просто, там был, например, бизнесменом в одном из кланов местной власти. Местной, в смысле, центральной власти одной из стран. Понятно. Вот, допустим, человек бежит из своей страны, да, его подали в Интерпол. То есть для него уже есть ограничения по перемещению, то есть в любом аэропорту его уже могут арестовать, получается так? Так, мало того, даже если человек коснимутся Интерпола, остаточные эффекты будут очень долго. То есть есть так называемый разыскной бюллетень, есть внутри Интерпола разные формы подачи в Интерпол. То есть есть Red Alert, красный флажок, есть другие способы распространения информации, есть другие флажки, там, например, с целью зафиксировать место нахождения человека или его перемещения и так далее. И как это не прискорбно, если человек однажды попадает в Интерпол, какие-то эффекты будут даже после снятия. Ну, например, каждый раз, когда я прилетаю в Соединенные Штаты Америки, слава богу, мне не надо туда летать очень часто, я высвечиваюсь в американской базе данных, как человек, который был в Интерполе. Для иммиграционного сотрудника, который меня принимает в Соединенные Штаты, самое логичное решение, ну, зачем нам такой человек на территории Соединенных Штатов. Даже если у него есть виза, даже если все хорошо. То есть фактически каждый следующий приезд сопряжен с тем, чтобы смобилизировать какие-то государственные органы, чтобы они проконтролировались, чтобы меня опустили, например. То есть, что я имею в виду, что проблемы даже будут после снятия с базы. И уж не будем говорить про то, что когда человек в базе Интерпола, каждая фактически страна, каждое внешнее, например, перемещение в шенгенском пространстве. Ну, то есть, скорее всего, например, при перелете из Берлина в Париж, у вас вопросов не будет, потому что это внутришенгенская зона, и сами аэропорты, сами авиаперевозчики, они сильно не запариваются, назовем это так, выискиванием людей из базы Интерпола. Но любой пограничный переход, внешний пограничный переход, либо проверка национальной полиции, когда вас остановили на автостраде между Прагой и Берлином, например, берут ваши паспорта и идут в свою машину и проверяют эти базы по линии Интерпола, ну и на каждом из таких этапов вас могут арестовать, вас могут задержать, и вы можете получить экстрадиционный процесс. При этом они не знают, как бы на старте, они не знают вообще, в чем вы обвиняетесь. Они видят, по вам есть Red Alert, то есть красный флажок Интерпола, или его нет. То есть, условно говоря, к вам будут относиться на всякий случай, как потенциальному насильнику, убийце и так далее. И только после того, когда они увидят, что, а, у вас же дело за массовые беспорядки, либо за самовольный захват зданий, сооружений, или даже за моченничество, естественно, сразу отношение меняется, поскольку понятно, что вы там убегать не будете, может быть, не будете. То есть, вы человек, с которым можно просто спокойно работать и общаться. Понял, вот, допустим, человек попал в такую неприятную ситуацию, его арестовали. Он может позвонить, допустим, вам попросить о помощи? Естественно, естественно, он может позвонить, может написать сразу, может дать контакты близким людям, которые остаются на свободе. Ну, обычно человек с кем-то едет, или с муж с женой, жена с мужем, или кто-то, или с друзьями. То есть, в любом случае остается на свободе тот, кто начинает поднимать этот вопрос и ставить его на порядок дня, на повестку дня. То есть, надо прежде всего связаться, естественно, желательно сразу найти местного адвоката с лицензией в той стране, где человек задержан, который бы начал с самого начала, вошел в процесс. Почему? Потому что обычно в случае экстрадиционного процесса, в случае задержания происходит первый суд, который, обычно это в течение 72 часов, это первый суд, который определяет меру содержания. То есть, он определяет, человек будет под стражей, ну, то есть, условно говоря, в тюрьме, закрытый, до процесса, до того, как произойдет экстрадиционный процесс. Либо этот человек может быть под подпиской о невыезде, под залогом, там, и так далее. Поэтому, вот в этот момент, естественно, адвокат имеет значение именно с точки зрения меры пресечения. Меры пресечения, извините. То есть, если мерой пресечения является, там, залог подписки о невыезде, человек сам, будучи на свободе, может организовывать свою защиту. Если, например, так случилось, что он сам этого не может делать, а еще, не дай бог, никто не знает вообще, что его задержали, ну, то очень часто может быть такая ситуация, что про то, что он вообще общественный политический активист, или журналист, или, там, правозащитник, толком он не сможет и собрать материалов, собрать про это документов. Поэтому, в любом случае, коммуникация со свободой, ну, так же, как и если вас задержали у себя в стране, коммуникация со свободой очень важна. То есть, надо поддерживать коммуникацию. Ну, и далее, в течение 30-40 дней страна имеет время обычно на выс... которое вас хочет вернуть к себе для наказания. Страна должна выслать базовый комплект документов, который обычно состоит из постановления о возбуждении уголовного дела, постановления о привлечении в качестве обвиняемого, и заочного ареста, то есть, либо речения... Обычное речение суда, ну, за исключением стран, таких, как, например, Республика Беларусь, в которых достаточно, чтобы это было постановление, подписанное следователем, следственным органом. И тогда происходит очень нормальный экстрадиционный процесс. Понятно. Что бы хотели передать тем, кто, возможно, оказался уже, либо есть страх, что окажется в такой ситуации? Если у вас есть с собой документы о вашей деятельности, которая была, в связи с чем вас преследуют и так далее, старайтесь базовые такие документы иметь при себе. Это в любом случае в процессе это поможет. Если вы узнали про то, что вас подали в Интерпол, ограничьте все свои перемещения по максимуму. То есть, чем меньше вы пересекаете разных границ, тем меньше шансов, что вас арестуют. Попробуйте сначала пройти вот этот процесс обжалования в Интерполе, и уже после того, как вас исключат из базы, вам будет просто намного-намного легче. Опять-таки, исключение из базы, это не значит, что вы решили свои проблемы навсегда, потому что страна как вас преследовала, как она вас хотела задержать, арестовать, она так и хочет. И у каждой из стран обычно есть двухстороннее соглашение. Много с кем? Много с разными странами двухстороннее соглашение о правовой помощи. И то есть, даже если вас нет в Интерполе, это не значит, что все проблемы прошли, потому что всегда, если вас, например, задержали в одной стране, а у вашей страны, с этой страной хорошее отношение, есть договор, они могут по двухстороннему договору обратиться о задержании. Либо, как в случае с Азербайджаном, поскольку Азербайджан входит в Совет Европы, и есть договор об экстрадиции в рамках Совета Европы, по этому договору Азербайджан может напрямую обратиться в Норвегию, в Швецию, в любую страну Совета Европы, куда входит каждая европейская страна, кроме Республики Беларусь, то есть может напрямую обратиться с выдачей. Поэтому ограничьте максимально свои передвижения, и максимально быстро надо начинать пробовать решать вопрос и с Интерполом, и, скажем, вообще все вопросы, связанные с вашим свободным нахождением хотя бы на территории одной страны. После того, как вы это сделаете, там уже можно планировать и поездки, можно уже открывать разные страны для того, чтобы можно было свободно действовать, чтобы можно было свободно работать. Ну а есть какая-то страна наиболее лояльная к людям, которые находятся в Интерполе? Им же не нужно будет находиться в своей стране. Если против них уже возбуждаются дела, уже подаются в Интерпол, они, мне кажется, должны быстренько куда-то уехать. Первое, что надо, это естественно уехать. Я даже про это не подумал, потому что, когда вас подает страна в розыск, своя родная, естественно, первое, что надо делать, это уезжать. Естественно, мы не говорим про демократические страны, такие как Швеция, Германия, там, Норвегия, где все можно доказать в рамках национальной правовой системы. То есть в нормальной стране, если ты не виновен, ты это докажешь в рамках своей правовой системы. В ненормальных странах все могут отлично знать, что ты не виновен, но все равно тебя признают виновным, засудят, будешь сидеть, как и многие другие, кого абсолютно бездоказательно посадили. Поэтому, естественно, первое, это надо уехать. Естественно, уезжать надо в страну, на мой взгляд, с хорошей и стабильной правовой системой, то есть которая в состоянии разобраться. Хотя, очень часто вообще в экстрадиционном процессе не рассматривается дело по существу. То есть никто не будет вникать в рамках того, что вас обвиняют, вы виновны или невиновны. То есть защищаться надо на основании того, что это дело имеет политический контекст, либо на основании того, что вас в этой стране не ждет справедливое судебное разбирательство и так далее. Ну и сходу хотел бы назвать такие страны, которые, на мой взгляд, ни для кого не секрет, что это практически вся Скандинавия, то есть Швеция, Норвегия, Дания, Германия, Голландия. То есть вообще внутри Евросоюза, в общем, я бы рекомендовал всегда ехать на север. Хотя понятно, что, например, если люди убегают из Средней Адии, где хороший климат, на севере будет крайне тяжело в связи с плохой температурой. Но плохая температура воздуха, она обычно компенсируется очень хорошей стабильной правовой системой, стабильными независимыми судами, которые могут действительно разобраться и отказать выдаче. Я понял. Друзья, подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт. Удачи вам в эмиграции.